давайте мы будем продолжать и мы остановились на том что от бога нигде нельзя скрыться да и сам бог о себе говорит священном писании что небо его престол земля подножия ног его да вы это знаете и в принципе вот это вот высказывание бога она ну как бы делает немножко таким безрассудным заявление человека что он может для него приготовить какое-то место это бог определяет говорит что я буду обитать в определенном месте но но мы как 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 человеке мы не можем определить место для бога хотя я я хочу сказать ну можем видеть в сердце он пребывает там действительно пребывая в сердце он еще пребывает вне сердца везде да но людям где-то свойственно порой какие-то придавать каким-то местам мы магическое какое-то действие особенно у божьего присутствия но вот даже псалмопевец он говорит куда бы ни пошел бог там помните он всегда говорю что бог везде смотрите бесконечность бога она в принципе то что бог он вездесущие она вот явно противоставляется в писании вот же богам вы помните историю спора волос или и помните как или я он потом так немножко так с издевкой к этим же пророком говорил он и он говорил что может быть где-то ваш бог в дороге помните да наверно эту историю да да он говорит может быть где-то он в дороге ваш бог и это в другом месте может быть может быть он поста да ну как бы тем самым показывая вот концепцию что бог но боги они как бы все ограничены а бог израиля он не ограничен он бесконечный и интересно то что он может находиться одновременно в бесконечном количестве мест да вот как мы говорили в нашем собрании и в другом собрании в америке одновременно в то же самое время важно что бог он не привязан никакому месту он достойен в любом месте и поклоняться ему можно тоже в любом месте не обязательно только лишь свечи святилище я буду сокращать потому что если не сокращает то мы будем очень очень долго говорить не ну я я планировал думаю ну хотя бы там может быть до конца где-то мы не дойдем процентов 70 делаем я сейчас смотрю мы по свойству величия не успеваем я думал сделать свойство величия и свойство благости допустим наполовину а сейчас я смотрю что свойство величия мы не успеваем и поэтому хочу да да там в принципе там вот поговорить там еще больше о чем есть согласен однозначно важный момент в отношении бесконечности бог бесконечен еще во времени вот это тот то о чем мы говорили и на что стоит обращать в нем обратить внимание понятие времени богу она вообще принципе неприменимо потому что как мы сказали бог он вне времени он был до начала времени еще времени не существовало бог был вопрос сколько богу лет абсурден сам по себе вы понимаете до ветхи днями тот бог то есть всегда он был есть и будет прочитаю вам несколько текстов псалом 89 2 3 стих господи ты был на при нам прибежищем в рот и рот прежде нежели родились горы и ты образовал землю и вселенную и от века до веки ты бог в иуде в послании тоже единому премудрому богу спасителя нашему через решу а миссию господа нашего слава и величия и сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки опять же мы знаем с вами первые последние альфа и омега начала и конец и поэтому мы смело можем утверждать что бог бесконечный и он не растет он не развивается его природе не происходит изменение вот это вот важный момент его природе не происходит изменение он вчера сегодня и во веки тот же и если у людей у нас с возрастами меняются какие-то интересы знания привычки мы ну мы вообще меняемся как личности то у бога таких изменений не происходит он всегда остается тем кто он есть и очень важный момент на который я хочу обратить внимание что несмотря на то что бог он не связан со временем это не означает что он не сознает течение времени он прекрасно во времени ориентируется и он понимает времена и сроки и он понимает что происходит с человеком в данный момент в чем человек нуждается в данный момент и что ему в данный момент не нужно, он тоже знает. И также он понимает, что события, они происходят в определенном порядке, потому что время сотворено им. Он сотворил это время. И Бог видит, что было, что есть и что будет. То, что мы говорили, что перед ним вся картина она статична. Он видит все полностью. И он в каждом конкретном периоде, он понимает, что такое прошлое, что такое настоящее, что такое будущее. И Священное Писание нам как раз очень четко показывает, что Бог говорит о прошлом, Он говорит о теперешнем состоянии, Он говорит о перспективе того, что будет в перспективе. Конечно, тоже очень важный момент, что в Божьих действиях и в Его во всех решениях есть некая определенная последовательность и логический порядок. То, к чему человечество стремится, это и мы стремимся выстроить какой-то логический порядок в своей жизни, в своем служении. Вообще, вот у Бога этот логический порядок, он уже есть, но этот порядок, он находится вне временного порядка. Вот как Бог не ограничен по любому временем. У него есть план то, что он хочет делать, то, что он хочет сделать. Он учитывает факторы времени, но это время не имеет на него определенного влияния. И исполнение его воли не требует никакого времени. Его дела, все его дела, они относятся к вечности. И вот тут мы приходим к самому интересному понятию, потому что мы люди не мыслим критериями вечности. Ну, как бы у нас есть, но оно очень такое состояние приземленное. Да, вот согласитесь, я вот себя ловлю на мысли, что я не мыслю критериями вечности. Я как бы все-таки вот я приземленность какая-то некая идет. Почему? Мы ограничены временем. Мы понимаем, что у нас времени жизни и мои летают. И я понимаю, что я за этот период времени должен успеть веру сохранить, течение совершить. Я должен сделать. Но когда мы понимаем, что Бог не ограничен временем, и переходя в состояние вечности, мы перестаем быть ограниченными временем. И для нас, в принципе, то лучшее состояние, чем это. Что все, для нас время останавливается, для нас наступает состояние вечности. В принципе, направление своих мыслей в этом ключе, оно отрывает нас от земли и приближает вот к этому, к состоянию небесному, состоянию вечности. Потому что, опять-таки, мы видим примеры людей, которые тот жираф Шауль, он жил критериями вечности. В нем видно, что он как бы был немножко более оторван от земли. Он готов. Я, говорит, я готов разрешиться. Готов. Но не знаю, что лучше. Лучше послужить вам. Как бы, ну, хочется к Богу это все. И, ну, вот понимание Бога, вот этого состояния Его бесконечности, состояние связи этой бесконечности с временем, оно и нам помогает направлять наш взор, как говорится, в небеса. Бесконечность Бога, друзья, также можно рассматривать с точки зрения знания. Вот Его разум, Божий разум, Он не измерил. Вот то, что я говорил вначале, мы пытаемся понять Бога. У нас очень узкие, очень ограниченные понимания Бога. Настолько, насколько Он нам себя открыл, потому что, я думаю, открыл Он нам себя настолько, насколько мы Его можем понять. Потому что, ну, большего мы, наверное, не вместили. Даже вот взять же ту же теорию существования добра и зла, наверное, мы бы не смогли понять, если бы Он нам вот всю картину раскрыл в полноте. И разум Его не измерим. И вот Солом 146, 5 стих. Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его не измерим. Вот то, что пишется. Автор притчи пишет, что очи Господни на всяком месте видят злых и добрых. Ишуа, он сказал, что ни одна птица не упадет на землю без воли Отца, и что даже волосы на голове учеников все сочтены. В Иерее говорится, что нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед Его очами. Все мы, все существующее, оно открыто пред Богом. Это говорит о вот этой вот глубине, полноте Его разума. Вот такое вот. Оно неизмеримо. Он все понимает. Даже вот. Сто процентов. Сто процентов. Совершенно верно. И даже вот, когда мы говорим о теории, там, тонкой настройки, что насколько вот все до мельчайших, ну, вообще для мельчайшего все взаимосвязано в этом мире, и Бог все это так сотворил, это говорит о том, что Его ум, Он вообще, ну, необъятен. Он бесконечен. Его нельзя просчитать и как... Бог, Он знает всякую истину. Он... Потому что все истины, даже всякая истина, она им сотворена. Все, все, что истина, оно сотворено ими. Следующим связанным, связанным со знанием фактором является это Божья мудрость. Это что... Это означает, что Бог действует на основании всех существующих фактов, исходя из правильных оценок. Это мудрость. Он видит то, что присутствует. Он видит все факты. И он правильно оценивает ситуацию. Он правильно понимает то, что происходит. И зная все, Бог различает все правильное. И вот послание римлянок Павел говорит. О бед на богатство и премудрости и ведение Божие. Как непостижимы судьбы его, неследимы пути его. Псалопевец пишет. Как многочисленны дела Твои, Господи. Все дела соделал Ты премудро. Земля полна произведением Твоим. Это Псалом 103, 24 стих. А то было римлянам 11, 33. И Бог, Он располагает всей информацией. У Бога вся информация. Его осуждения все мудрые. Ему никогда не приходится пересматривать свои решения в свете того, что он вот, вот, мне пришла такая информация, и поэтому мне надо свое решение изменить. Нет. Вот это вот богословие процесса, оно в принципе об этом говорит. Что обстоятельства жизненные меняются, и Бог пересматривает свое отношение. Но тут тогда мы не видим постоянства Бога. Тогда, получается, обстоятельства влияют на Бога. Нет. Бог, Он знает все. На Него обстоятельства совершенно не влияют на Его решение. И нам это свойственно, нам это надо. По мере того, как Бог открывается нам, да. Друзья, также Божью бесконечность можно рассматривать в свете того, что обычно называют Его всемогуществом. Под этим пониманием мы понимаем то, что Он способен воздействовать на все полностью объекты применения Его силы. В Писании, вот, Его всемогущество, оно утверждается разными способами. И мы вот с вами говорили, безграничная сила Бога выражается в Его имени, да. В каком имени? Эль Шадай. Ну, Иисус. Совершенно верно. Явившись Аврааму, для подтверждения завета, он сказал, я Бог всемогущий. Да. Бог является и говорит, я Бог всемогущий. И всемогущество Бога мы можем даже видеть в случаях решения вот таких непреодолимых проблем. Да. Писание, оно наполнено такими примерами. Эль Шадай. Как, как? Буквально? Вот. Сейчас. Вообще, всемогущий Бог избытка. Эль Шадай. Ну, друзья, спорить не буду, потому что в той области, где я не знаю, сказать ничего не могу. Поэтому, ну, надо будет у какого-то второго специалиста в области еврита спросить, чтобы твою версию проверить. Да. Ну, Бог всемогущий, в общем. Бог всемогущий. И, смотрите, мы видим в Писании много подтверждений. Та же Сара, которая в таком возрасте зачала уже, ну, не способна. Ну, Бог, Он всемогущий, Он творит чудеса. И это вот такие хорошие примеры. И вот Еремия говорит, о Господи Божий, для Тебя нет ничего невозможного. Вот. Ну, действительно, есть ли что-то невозможное для Бога? Конечно же, нет. Это Еремия 32, 17. Да, Матвея 19, 26. Что человекам... Человекам это невозможно. Богу же возможно все, когда говорится о спасении. Богу все возможно. Бог может любого исправить. Вон Ерема живое свидетельство. Да. Пытались исправить. Нет. А Богу пришел и исправляется. Слава Богу. Да, да. По большому счету, да, все свидетельства. Никто из нас не мог найти сам Бога. По сути, никто не... Не мы Бога нашли. Он нас привлек. И каждый, и большой, и малый грешник достоин был одного наказания. Все бы, как говорится, получили одинаково. Но Бог, Он призвал нас, и это действительно свидетельство. И мы видим, что Божья сила, конечно, она появляется по-разному. Но Бог, Он может и укращать природу, и воздействовать на людей. Но Божье величие и владычество, оно, конечно, не ограничено. И также мы видим, что Бог, Он участвует и, скажем так, ведет. Не то, что ведет, а руководит незримо и управляет ходом истории. И вот Рав Шауль говорил в Деяниях, 17 главе, 26 стихе, что Бог назначил предопределенные времена и пределы обитания для всех народов. Опять-таки, мы смотрим миграции, гуны, гексосы где-то менялись, что-то все. Бог это все определил. Все это было определено Богом. Бог этим всем процессом незримо руководит. Но, конечно, самый удивительный образ действия Божьей силы – это в нашей с вами жизни. Изменение личности нашей. Вот это вот самый такой ключевой момент, что нарушенную грехом личность, которая имеет все-таки подобие, образ Божий, Бог берет, исправляет и преображает в свое подобие. И посмотрите, я скажу, что действительно, ну, вот даже на своем примере я вижу, что Бог очень сильно меня изменил в последнем с тем, что было. Как бы вот просто, кардинально. Я, встречи, все это был процесс непростой, но Бог силен изменить любого, любую личность. Мы, посмотрите, образ нашего мышления. Мы, вот, наверное, Сергей Михайлович хорошо знает, как партработник в прошлом, что направление мыслей в одну сторону, причем это было утвержденное такое, как бы, это же идеология была. Это была идеология, которая, как бы, она насаживалась, утверждалась, а Бог взял и все это изменил и преобразил. Сказать вашему Сергею Михайловичу, который у вас был этот идейный руководитель, он никогда бы не смог подумать, ну, близко бы не подумал бы, наверное. Да, но Бог берет, и вот это вот его величие, он преображает нашу личность, нашего человека. И это, скорее всего, даже одно из самых сложных дел, потому что, опять-таки, мы такие существа сложные, сложно сотворенные, что, ну, Бог, для Бога возможно изменить нам. Он делает это возможным, благодаря своей воле и своей вот этой вот, своему всемогуществу. Потому что, смотря на определенных людей, понимаешь, что только всемогущество Бога могло изменить человек. Да. Хорошо. И то, что мы говорим о всемогуществе, это означает, что Божьи планы, они никогда не расстроятся. И вот это вот для меня, это, пожалуй, самый вот такой впечатляющий момент. Вот, я когда читал, готовился, и вот для себя я это получил, такое очередное утверждение веры. Бог всемогучий. Он бесконечный, он постоянно, ну, до постоянства мы еще не нашли, он всемогущий, и его планы никогда не расстроятся. И то, что написано о нас, что его намерения о нас во благо, они не прекратятся. Это то, что вдохновляет нас. Это то, что утверждает нашу веру. Его план не расстроится. Если мы видим какие-то проблемы в нашей жизни, то мы по-любому стоим на слове, что его планы нам во благо, и благо его, и эти планы, они не расстроятся. Потому что он всемогущий, ничто не может расстроить эти планы. Единственное, кто может расстроить, это я сам. Если я пойду, и то, это надо очень постараться, чтобы Божий план расстроить. Это вообще надо, ну, я понимаю, что очень-очень сильно постараться. Ну, да, 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 согласен, спасибо, да, хорошая ремарка такая. И смотрите, друзья, Псалом 113, 9 стих говорит, Бог на небесах творит все, что хочет. Бог, он делает все, что хочет. Он вседержитель, и он всемогущий. Но, опять-таки, в этом вопросе тут надо сделать некую оговорку, потому что, когда мы говорим о всемогуществе Бога, то есть оговорочки. Он не может произвольно совершать все, что он… Все. Он не может произвольно совершать все. Он может совершать все то, что соответствует его природе. Потому что, если бы он мог совершить совершенно все, ну, значит, совершить грех, то это было бы… Тогда мы не сказали бы, что Бог постоянный. И тогда ряд его атрибутов и свойств они бы не соответствовали ему. Это не ограничивает Бога, конечно, ни в коем случае. Но он не может совершать логические, абсурдные или противоречивые действия, потому что его природа другая. Что значит «непоизвольная»? Что значит «непоизвольная»? Вот тут вопрос. Надо понимать, что он, его действия, они всегда соответствуют его природе. Они никогда не могут пойти вразрез его природы. И сама его природа, она формирует его действия. Его природа. Его природа – это тот, кто он есть. Его природа – это тот, кто он есть. И он… Вот это то, что у него никогда не будет раздвоения личности. Как у нас, почему там, как Павел говорит, доброго, чего я хочу, не делаю, а делаю другое. Нет, он постоянен. Он совершенен, он всемогущий. И он, его природа, она выражается, его выражает действия, которые он производит. Ну, он не может сделать квадратную огружность или там треугольник четырьмя углами. Это абсурдно. Но, друзья, нам очень важно понимать, что, когда мы говорим о неспособности Бога, это не слабость. Потому что иногда можно сказать, вот Бог что-то не может сделать. Нет. И типа Бог слабый – это не слабость. Это сила. Это сила не сделать зло. Потому что зло сделать можно просто, а это сила не сделать зло. И это признак уверенности в себе. Это признак своего всемогущества как раз. И верности, да. Совершенно верно. Смотрите, еще один момент Божьей силы, Божьего всемогущества – это свобода выбора. Хотя Бог, он в принципе связан в какой-то мере своими обещаниями. Потому что если он сказал, он не может измениться. Но тут важно понимать, что изначально никто его не принуждал эти обещания давать. Это опять же вытекает из его природы. То, что он обещал, это не обстоятельства, его вынудили это обещать. Опять же, вот богословие процесса, оно приводит к тому, что обстоятельства могут Бога подвинуть к тому, чтобы что-то изменить. И мы видим, вот посмотрите, вот даже в каких-то определенных заблужениях современного христианства, люди выдают новые идеи. Сейчас что модно, вот какая тенденция современного общества? Выдать что-то новое. Новое. И сказать, вот, время не стоит на месте, Бог движется и развивается, вот и вот оно. Вот изюминка. Нет. Да. Духовный 12-й айфон. Пятое измерение. Мунтиан там четвертое. Куда он? На четвертое измерение. Пятое еще не придумал. Ну, скоро придумают. Если айфон придумают, значит, и придумают скоро еще какое-то измерение. И смотря в Писание, мы нигде не можем видеть о том, что Божья воля, она предопределяется или связана с какими-то внешними факторами. Я вам прочитаю. Павел пишет Ефесянам, первая глава, пятый стих. Предопределив усыновить нас через Ишуа, Мессию, по благоволению воли своей. Вот. Филиппийцам, вторая глава, тринадцатый стих. Потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. И Божьи решения и действия определяются не соображениями, связанными с какими-то внешними факторами. Все они исходят из Его собственного свободного выбора. Никакие факторы не влияют на Его решения. Они исходят из Его собственного свободного выбора. Это да. Так, друзья, я сейчас... Давайте я сейчас быстренько... Чтобы мы закончили с свойствами величия, поговорим о постоянстве Бога. Мы с вами рассмотрели духовность, мы рассмотрели жизнь, мы рассмотрели бесконечность. Сейчас мы говорим с вами о постоянстве. И во многих местах Мессания подчеркивается вот эта вот неизменность Бога. Опять же, псалпомпевец пишет. «Они погибнут, а ты прибудешь, ты переменишь их и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Псалом 101, 27-28 стих. В 32-м стихе подчеркивается постоянство Божьих мыслей. «Совет же Господень стоит во веки помышления сердца Его в рот и рот». И Бог говорит в Малахии, «Я Господь, я не изменяюсь». На протяжении всего Писания мы видим утверждение того, что Бог, Он не изменен. 3-6. И вот это вот божественное постоянство, оно подразумевает несколько моментов. Прежде всего, это отсутствие количественных изменений. Бог не может ни в чем возрастать, ибо Он уже является совершенством. Он уже есть совершенство, Он уже полнота, наполняющая все во всем. Поэтому Ему не надо ни умножаться, ни умоляться. Он полнота. Это важно. Нет также и качественных изменений. Божья природа не подвержена никаким переменам. Ему не надо стать более святее, Ему не надо стать более праведнее, Ему не надо стать более всемогущественнее, потому что Он уже всемогущественен, свят и праведен. Поэтому Бог не меняется, не меняет свои намерения, Он не меняет свои планы, Он не меняет свои дела, Он не меняет свои слова. И это истина, потому что, опять же, есть богословие, которое говорит, что может меняться. И мы видим, что как свидетели Иеговы, они, опираясь на Библию, добавляют откровение, новое откровение от человека. Новое откровение, которое они, скажем так, ставят на один уровень с Писанием, а порой даже выше, чем Священное Писание. Это новое откровение. Но у Бога нового ничего нет, Он не меняется, Он постоянен. Числа 23.19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Это то, что подтверждает его постоянство. Далее, Божьи намерения и планы всегда представлены, потому что воля его не меняется. Бог всегда верен своему завету. Мы видим это на примере с Авраамом, мы видим это на примере с еврейским народом. Аврааму он избрал, он дал ему слово и не меняет. Не меняет. Несмотря на то, что Авраам, там, Бог сказал, я тебе дам сына, он Исмаила родил, Бог не меняется. Если он решил, то он делает. И в истории с израильским народом это, опять же, подтверждение, что Бог не сказал, все, ребята, с вами не получилось, возьму церковь, теперь пусть эти занимаются. Это неправда, потому что если бы это произошло, то Бог бы был у нас непостоянный. Теперь вопрос, как же нам относиться к тем отрывкам в Писании, где Бог как будто бы меняет свои намерения, потому что мы с вами видим, что такие моменты присутствуют. Мы видим, что Бог раскаивается с всаделанным. Читаем же мы такие тексты. И этим местам можно дать несколько объяснений. Первые. Во-первых, некоторые из них надо рассматривать, как я говорил, такое страшное слово антропоморфизмы. И есть еще другое страшное слово, которое я не выговорю, поэтому говорить вам не буду. Это просто описание Божьих дел и чувств с человеческой точки зрения и в человеческом понимании. Бог, понимая, что мы не все можем понять, Он присутствует нам такие образы, которые для нас будут понятны. И поэтому так происходит, что в таких случаях мы видим, что Бог нам рисуется как испытывающий боль или сожаление. Мы же видим такие картины в Писании. Второе. То, что выглядит как изменение намерений, может быть фактически новым этапом в осуществлении Божественного плана. И пример этому мы видим спасение язычников. Потому что в Танахе мы, в принципе, читаем, что язычников не могли войти в Божье присутствие. Ну да, но если возьмем мы Синайский договор. Об этом можно было сделать, пройти определенный путь, но по сути для них был путь к Богу закрыт, для язычников как таковых. Это можно было стать не язычником, потом путь открывался. Но потом Бог, мы видим, Бритхадаша раскрывает этот путь. Но это не говорит о том, что Бог изменился. Это говорит о том, что Его план, Он был изначально таковой. И мы читаем опять-таки в Писании об этом плане, как моменты раскрываются изначально. Следующий момент. Некоторые внешние перемены можно объяснить изменением ориентации вследствие вхожения человека в иные отношения с Богом. И вот что это значит? Что Бог не изменился после грехопадения. Когда Адам согрешил, Бог не изменился. И нельзя сказать, что вот в Адамском саду Бог был любовь, а потом Адам согрешил, и Бог стал таким, разозлился и выгнал его. Нет. Сам человек своим поступком, он навлек на себя немилость Бога. А в принципе не немилость, а справедливость. И это одна из свойств, опять же, Бога. Бог по своей справедливости, по своей природе должен был отреагировать. И мы можем видеть также, что в вопросе Ниневии, Бог сказал, что Ниневию я ха. Но когда люди принимают определенные правильные решения, то Бог изменяет решение, но это не меняется сам Бог. Меняет он решение, но это связано с тем, что человек делает правильное решение, но сущность, природа Бога, она в этом не изменяется. Вот и опять-таки, вот говоря о постоянстве Бога, говорю, что вот в наше время вот это богословие процесса, оно как бы пытается изменить. Основной его тезис заключается в том, что реальность представляет собой процесс. Что вот это, и другими словами, все движется, и в этом всем движется и Бог. Но это не то, что показывает нам Священное Писание. Хорошо, друзья, смотрите, если подвести итог тому, что мы сегодня с вами проговорили, то мы можем обратить внимание на следующие вещи. Мы, говоря о Боге, в Котором мы верим, определили, что Бог есть Дух. Бог не ограничен материальным или физическим телом, и Он не ограничен ни пространством, ни чем. Второе, то, что мы с вами определили, что Бог, Он является Личностью. У Него есть имена, да, и Он имеет как Личность отношения с нами. Он проявляет эти отношения в чувствах, Он выражает эти отношения в отношениях с нами. Третье, мы говорили о том, что Бог, Он бесконечный, Он не имеет ни начала, ни конца, Он Альфа и Омега. Он может одновременно находиться в нескольких местах, не ограничен временем. И когда Он говорит, что я буду пребывать в определенном месте, это Он себя сам ограничивает. Поэтому, не переставая быть, опять-таки, везде, Он вездесущий, Он всесильный, Он всемогущий, нет ничего, что могло бы ограничить Его действия. И при всем при этом Бог остается постоянным. Он, если сказал, это не изменится, и сам Бог не изменяется. Он не является тем работником, который ходит, убирает за человеком, пытается изменить, направить все в правильном русле, нет. Его блан статичен, и Он вне времени. Перед Ним прошлое, настоящее будущее, и все это то, что формирует наше понимание о Боге, и, в принципе, формирует наши отношения с Ним. Потому что все эти свойства величия, они должны сформировать в нас благоговеющее состояние перед Его лицом. Потому что мы понимаем, насколько Он всемогущ, насколько Он незримо участвует в нашей жизни, при всем этом давая нам свободу выбора, и ведя все по своему намерению, вот этот божественный план искупления или восстановления человечества, вот тот замысел, который Он имел изначально, чтобы мы были действительно Его образом и подобием, уподоблены Ему. Стали таким, как есть, и вот что вдохновляет нас, это то, что настанут времена, когда мы станем, подобно Ишуа, не способными согрешить. Вот придет момент, когда мы будем как Он, мы станем как Адам, но наше состояние будет выше, потому что мы станем, как Ишуа, не способными согрешить. У Адама была эта способность согрешить, у нас же в завершении божественного плана это не будет. Но для этого времени нам надо понимать, в какого Бога мы верим, и когда нам зададут вопрос, в какого Бога ты веришь, нам надо мочь рассказать, в какого Бога мы верим. Не просто, как я его себе представляю, а действительно, каким Бог, мой Бог является. Потому что... Одну секунду. Не, мы так не скажем. Если мы идем туда с мыслью, что мы там кому-то скажем, что ты лузер, я думаю, что у воротах контрамарку у нас отберут. Да, да, друзья. И поэтому очень... Вот мы, когда готовимся к водному погружению, мы говорим, что... Я начинаю тему с чего? Говорю, что о своем телефоне мы можем очень многое рассказать. Вот мы должны очень многое рассказать о своем Боге. Вот знать, так же, как мы знаем, телефон, где у меня какая программа, что она делает, и это так же самое мы должны сказать о Боге. Я верю в Бога бесконечного, и я объясняю, что значит эта бесконечность. Поэтому я думаю, что что-то мы сегодня получили, и сможем теперь будем рассказать о Боге. А для студентов я, наверное, дам задание небольшое. за две недели до приезда Роджера написать небольшое эссе, в какого Бога вы верите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова